В первом периоде хозяйки традиционно действовали в высоком темпе. Но недаром соперницы из Курска в последние годы регулярно оказываются на высоких местах по итогам сезона. Они владели результативным преимуществом, тогда как видновский коллектив был местами лучше по игре. Во втором периоде класс гостей проявился уже значительнее. Ошибок практически не было, а вот хозяйки не всегда попадали в цель. Важным моментом матча можно назвать спорную ситуацию с трехочковым броском под занавес первой половины матча. Баскетболистка «Динамо» забросила мяч во время сирены. Судьи эпизод быстро разобрали и засчитали гостям три очка. Генеральный директор «Спарты НК» Анна Архипова фон Калманович уверена, о решении арбитров нужно забыть, а команде необходимо прибавить в следующей половине матча. Нужно усилить защиту в передней линии, потому что там набирают очки в основном игроки передней линии. Это Видмер, это Шабанова и Анойкина. Конечно же, мы немного уступаем именно в передней линии, но я думаю за счет защиты. За счет защиты и стопроцентные свои очки нужно реализовывать. Болельщица «Спарты НК» Таня Беспалова тоже дала оптимистичный прогноз на вторую половину встречи. Тренер скажет важные слова и, может быть, в третьей четверть начнется с большого отрезка попаданий. Одними из главных действующих лиц в тот вечер стали фанаты Курского «Динамо», которые не только скандировали кричалки про самый лучший, по их мнению, клуб, но и превратили это в небольшой концерт. В предыдущем матче между «Спарты НК» и «Динамо Курском» произошло редкое для баскетбола событие. Матч закончился после трех овертаймов, а в основное время победитель выявлен не был. В этом матче, возможно, подобная история. Почти так и получилось. Во второй половине встречи «Спартанки» явно прибавили и могли рассчитывать на победу. Однако матч завершился со счетом 77-80 в пользу гостей. Здесь остается вспомнить спорный эпизод во втором периоде. Впрочем, баскетбол и любит за такие драматичные поединки. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.